Сердюкова, говорю. Да, я не очень понимаю, ему шьют новые-новые дела, новые-новые дела. Да, какие-то новые дела, уже, честно говоря, не очень интересно, какие. Последствия этого вот каковы. Мы с каждым новым делом Сердюкова получаем новое подтверждение того, что торжествуют во власти, безусловные негодяи. Понимаешь, да? Но он же торжествовал, он же долго торжествовал. Он долго торжествовал. Он человек успешный в современной нам России. Он человек в высшей степени успешный. Он человек, который открывал любую дверь в стране. Вообще, ни одной нет двери в стране, которую бы он не открывал ногой. Понимаешь? Значит, в высшей степени успешный человек выглядит как, по существу, человек мелкий. Мелкий. Пользующийся довольно подло доверием нации. Да? Или не думающий о доверии нации вообще? Для чего? Для чего? Можно было упаковать... Я, 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 я... На самом деле, вот, Даша, вот мой вопрос заключается в следующем. Сердюкову можно было давно упаковать. Да. Какова цель? Какова цель? Да. И хочется узнать уже, когда... Сколько можно гадить нам на голову. Какая будет плата за этот успех и сколько еще денег? Сейчас очередная информация. Очередная информация. Он нанимал машины сам у себя, то есть он, собственно, свои, свой автопарк продал Пузикову, значит, как будто выдал Пузикову, непонятно там мне до конца. Потом стал нанимать сам у себя свои машины за 6 миллионов рублей в год. Понятно, да? То есть он отдал, как бы, автопарк каким-то там мухляжом непонятным, мне непонятным, судя по статьям. И после этого мухляжа стал их же самые эти, точно эти самые машины снимать сам у себя взаймы за 6 миллионов рублей в год. Целый автопарк. Значит, новое дело. Еще одно дело. Еще одно. Какова конечная цель? Еще одно. Минобороны незаконно получала из Казахстана комплектующие для торпед, причем сомнительного качества и по завышенным ценам. Да. Притом армия прямо участвовала в контрабанде, армия прямо участвовала в экономической деятельности, в контрабанде, когда абсолютно грязно и в интересах какого-то дружка его, опять, либо знакомого, либо приятеля, либо... То есть опять... То есть ползет дрянь всякая, ползет дрянь из жизни Сердюкова, которая, на мой взгляд, безусловно, дискредитирует правящий класс в принципе. Его можно сразу посадить за первое же дело. Да, да. И все. И все. Понятно, да? Сейчас мы видим следующее. Есть Сердюков, знаменитый представитель элиты, великий представитель элиты, который открывал любые двери в стране ногой, которого мы постоянно видели по телевизору там в кабинете президента, да? Который теперь оказывается человек мелкий и непорядочный. И новые-новые эпизоды доказывают его еще большую мелочность и непорядочность. Какова конечная цель? Дискредитация вообще правящего слоя, дискредитация власти, какова конечная цель? Для меня это вопрос. Я не знаю. Если посадить, почему не посадить давно? Если посадить, зачем же его не посадят? А если не посадить, а дискредитировать власть, то, может быть, это делается в высшей степени талантливо. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Григорий. Да, Григорий. Я считаю, его давно надо посадить. Вот была вчера информация, звонил на РСС кто-то, что он уже два раза во Францию успел за это время слетать. Ну что ж, конечно, как же. Сказал, что надо вот... Нет, ну конечно, конечно, нет, ну как сказать, во Францию. Значит, смысл для меня, вот всей истории с Сердюковым непонятен. Мне непонятен смысл. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю, что его выставили просто козлом отпущения. То есть? Большая часть российского населения, она не столь образованная, сколько Москва, Московская область. Да. Извиняю, конечно. Но, скорее всего, для большинства выставлена кукла. То есть, показать, что... Можно ли сказать, что вы считаете, что Сердюков чист? Или можно ли сказать, что вы считаете, что все грязны, как Сердюков? Все грязны. Все грязны, как Сердюков. Страшное болото. Так можно назвать Россию. Значит, скажите, пожалуйста, вот теперь, сегодня, новые и новые свидетельства его мелочной, мелочной, грязноватой сущности. Это вообще ничего не стоит. Смысл. Для чего это? Подумайте, миллионов в год. Зачем? За каждую машину, за каждую машину, за каждую машину. За каждую машину. Это равно копейки. Все воруют. Все воруют, и это копейки. Сергей, все грязны. И теперь на примере Сердюкова мы понимаем, насколько все грязны. Потому что он не единственный министр и не единственная крупная личность и фигура во власти. Действительность абсолютно удивляет. И почему это выгодно власти? Вот что мне непонятно. Вот такая иллюстрация. Действительность потрясает мелочность. Потому что вот то, что сейчас сказал нам слушатель, что это копейки. Ну, человек не гнушался копейками. Ну, копейка рубль бережет. Человек не гнушался копейками. Понимаешь? Конечно. То есть ровно значит лозунг, судя по Сердюкову, лозунг современной российской элиты, укради сейчас, укради немедленно, укради вообще все. Все, что угодно. Вообще все. Укради вообще все. И это демонстрируется нам образом, Сердюкова, с целью. Какая цель? Вопрос. Цель. Цель. Я пытаюсь вычлечь цель. Цель. Правосудие. Давно мог сидеть. Давно мог сидеть. Какова цель? Алло, здравствуйте. Добрый день, Андрей. Да, Андрей. Ну, я думаю, возможно, хотят сделать показательную упорку, чтобы другим было неповадно. Неповадно что? Воровать? Наверное, воровать. Нет. Ну, или хотя бы... Нет. Пока показано следующее. Ездит в Мерседесе Сердюков. Его охраняет ФСО до сих пор, ну, как носителя госсекретов. Он хамски разговаривает там со следствием, как мы понимаем из прессы, да? Судя по прессе. И мы видим вот это. Его защищают лучшие адвокаты. Там Генри Резник. И вот мы, что мы видим, да? И дальше льется постоянное... Постоянные его помои. Его помои постоянно текут под дверь. При этом он торжествует, ухмыляется. Он счастлив. Он на свободе. Какая же... Где что-то неповадно-то? Где что-то неповадно? Ну, правда, еще, как бы, в народе говорят, скажем так, что были проблемы с женой, со своей. И сейчас, как бы, две стороны борются. Некто господин Зубков. Но кто-то с другой стороны, который защищает Сердюкова. Возможно, что Зубков немного проигрывает. То есть есть кто-то, кто играет на Сердюкова? Я думаю, да. Ну, и плюс, понятно, на самом деле, что никто не вспоминает, что Сердюков до поста министра, обороны занимал достаточно серьезную должность в некой другой структуре. Ну, в какой? Налоговая пара? Не бывает так, что человек в налоговой службе был кристально чистый, а пришел в министерство вором. Мне кажется, что там намного больше интересного в прошлой жизни Сердюкова до министерства обороны. Налоговая скверная репутация, это верно. У налоговой скверная репутация, это верно. У руководства, в любом случае. Конечно, конечно. Налоговая, это вот патентованная скверная репутация. 7-8-8-7-0-0. Да, здравствуйте, слушаю вас. Ой, Сергей, добрый, я вам спрашиваю, Петр Москва. Петр, цель, цель, дайте мне цель. Цель, какова цель? Я здесь, понимаете, что здесь цель? Цель в конечном итоге, конечно, закроют. Вот. Но, знаете, как в анекдоте, когда молодой политик спрашивает у старого политика, что такое политик? Тут говорит, ты у комара, ой, ну как бы это сказать, видел плаву орган? Нет, ну, политика это еще тоньше. То есть сейчас это вот все всплывает, выдергиваются все контакты. Да. А то, что его закроют, это точно. Сейчас время. Вот мы с вами, мы с вами, например, высшая политическая власть в стране. Мы с вами. Вы, 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 вы президент, вы, Петр. Президент. Товарищ президент, разрешите обратиться. Значит, я ваш советник или человек, получивший доступ к вам на три минуты. Я вам говорю, Петр, значит, продолжение истории с Сердюковым дискредитирует вас, Петр, дискредитирует власть как таковую, дискредитирует всю политическую и управленческую элиту России. Понятно, да? Мы знали, что политическая элита России нижайшего качества, но предположить, но предположить, какова именно стадия гниения, мы не могли. Значит, на примере Сердюкова нам показывают непрерывно текущий гной. Значит, смотрите, значит, если вы президент, я вас прошу, Петр, вы его закройте, закройте его сегодня, сегодня. Надо прекратить этот поток гноя. Отвечаю. Значит, вы совершенно правы, я в курсе, но закроют, это не ради какого-то популистка, вы знаете, что вот типа народ весь просит, побыстрее, побыстрее, и я вот сейчас так сделаю. Нет. То есть, нужно сделать как, ага, Сердюков, дальше выстреливается цепочка всех остальных, и к этим делам связанным, и к прочим, и вот тогда разум срезается. Вы понимаете? Да, время уйдет, да, придется подождать. Есть политика, Петр, есть политика, есть простая вещь, политика, политика. Мы сейчас теряем больше, чем находим, понимаете? Мы теряем больше, чем находим. Согласуй, Сергей, но отчасти. Почему? Лучше, так сказать, ну, потому что лучше у слона, так сказать, не ногу отрезать, а все завалить сразу. И к этому идет. Все идет к дискредитации правящего слоя. Идет поток гноя, идет поток гноя, и Сердюков безнаказанно ухмыляется в хамске в ответ. Вот что я вижу. И я, как человек, разбирающийся в политике, говорю вам, как президенту, Петр, пожалуйста, закройте его, прекратите поток гноя этот. Вот, надо действовать. Нельзя просто стоять и смотреть. Надо действовать. Надо быстрее закрыть этот гной. Согласен, согласен. Ну, чуть-чуть. Вот еще остальные всплывут, и тогда всех разом. И тогда, в общем-то, может быть много памяти. Но это моя... Я бы по очереди. Я понимаю, я бы по очереди. Я бы по очереди. Я бы не ждал, чтобы всех разом. Я бы не ждал, чтобы всех разом. Тем более, что не всех разом. Очевидно, не всех. И очевидно, что рядом остаются другие. Понимаешь? Ну да, нет, может быть, чтобы это расследование выглядело как-то более правдоподобно. Такое скрупулезное расследование этого дела призвано показать рьяную борьбу с коррупцией. Никакой рьяной борьбы не может быть. Нет, ее нет. Сердюков на свободе. Премьер-министр рассказывает, что у госучреждений счета на Кипре. Ребят, какая борьба? О чем вы говорите? Ну прекратите мне вывих мозга. У меня вывих мозга. Я не могу. Значит, премьер-министр рассказывает, что Шувалов рассказывает, как он будет защищать госучреждения и госкомпании, имеющие счета на Кипре. Премьер-министр говорит тоже об этом, что там счета на Кипре. Сердюков продолжает ухмыляться нагло из Мерседеса при охране ФСО. Гной льется рекой. Гной льется рекой. И мне предлагается сохранять при этом наивность. Я стараюсь изо всех сил. Поехали дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!